Добрый день! Еще один анбоксинг. И это у нас кубик 4х4 Аксис. Почему-то написано, что это Transformers Cube 4х4. Но все мы видим, что это Аксис. Компания Фанксин. Не устаю их хвалить в последнее время. Выпускает недорогие и вполне не хорошие головоломки. И интересные. Видим коробочку. Красиво сделано. Красиво. Без излишеств. Обычная коробка, но красивая. Сложность 4 из 5. Откроем. В коробке инструкции нет. А есть сам кубик. Достаем. И вот он. Со смазкой не переборщили. Вращается сразу неплохо. И напомню. Почему же компания Фанксин молодцы. Постоянные зрители моего канала наверняка помнят 4х4 мельницу. Которая не так давно была. И мельница очень хорошая головоломка от компании Фанксин. У меня уже давно есть Фишер 4х4 от компании Мою. Я все хотел приобрести вот такие же от Мою. Но что-то как-то не решался. Стоили они не очень дешево на тот момент, когда я о них думал. И все-таки стикеры на таких вот теряющих форму головоломках. Вот и на Фишере в том числе. Не очень удачная идея. Совсем скажем так. И тут Фанксин анонсирует мельницу, Фишер, Аксис. И еще у них есть Мастер Морфикс 4х4. Или так называемый Мегаморфикс. Ну, Мегаморфиксов у меня уже 2 было. От компании Мою и от Шинкшоу. Фишер Куб у меня от компании Мою было. В принципе, не устраивает. В том виде, как он есть. А вот мельницу я купил. Остался доволен. И вот Аксис. И Аксис, видимо, из всех этих товарищей. Компания вот такая вот. Он будет самый сложный. Поскольку Аксис наиболее медленно собираемая головоломка. Из всех. Из своей не очень удобной формы. Ну, а если рассматривать 4х4. То мельницы и Фишеры имеют обычные центры. Которые можно ставить к концу. И все будет просто. И в случае выпадения паритета. Можно особым образом взять головоломку. И тот же All-L паритет. Много чего не нарушит. И Peri-L паритет. У Megamorphics уже проблемы. То есть Peri-L паритет стандартный. Здесь уже сделать не получится. То есть надо, если будет вам переставить два угла местами. Не выйдет. Не сработает алгоритм. Из обычного кубика 4х4. Там все гораздо сложнее. Я подозреваю, что здесь будет такая же ситуация. Центров симметричных тут нет. Если присмотреться, то вот одна грань, вторая грань, третья грань. Ну и четвертая, соответственно. Центры. Кто у нас здесь центры. Вращаем так, вращаем так. То есть центр получается это вот это. Вот они четыре центра. Углы. Ну один угол вот такой. Вот этот, наверное, тоже угол. Наверное. Вот этот вот центр. Да. Ну, короче, все непросто. Вот у нас обычный аксис куб. У него два вида углов. То есть вот такой обычный, ну, почти обычный, трехцветный. И вот такой вот одноцветный угол. То же самое мы и здесь наблюдаем. Одноцветный угол и трехцветный угол. Я вот эту головоломку сейчас на видео собирать сразу не буду. Сделаю это как-нибудь отдельно. Но качество вращения такое же, как у мельницы. Мельницу я перемешал, собрал. Все хорошо. Отличная головоломка. Очень хорошая. Я думаю, аксис тоже не подведет. Вращается вполне приемлемо. Если хотите поломать свой мозг. И умеете собирать хотя бы 4х4. То вперед. Я думаю, это заставит задуматься. Особенно если паритет выпадет. Может, конечно, повезти. Сложностей никаких не будет. Но. Всякое может быть. Молодцы. Повторюсь еще раз. Компания Фанксин. Все медаморфиксы они выпустили. И мельницы, и фишер, и аксис 4х4. Выпустят 5х5. Буду только рад. Все те же версии. 5х5. Куплю обязательно. Недорого. Недорого. Занятно. И качественно сделано. Ну, а это все, наверное. Всем спасибо. Всем пока.